Здравствуйте, меня зовут Тарбахов Семен Сергеевич, я шеф-повар данного ресторана, называемого Мус Хая. На данный момент мы находимся в гастро-студии нашего ресторана. Это наша подготовленная площадка для концепции именно мастер-классов, гастро-ужинов, а также для особых каких-то случаев, особых каких-то обслуживаний. И хочу от себя сказать то, что на сегодняшнее видео для вас я буду готовить одно блюдо. Оно будет состоять из мяса северного оленя, так называемого каре из оленины, на картофельной подушке с соусом демигляс. Так, и я хочу приступить к готовке. Как мы видим, у нас получается уже завакуумированные, подготовленные каре. Уже получается у нас обчищенная кость. Расфасовано уже по граммовке. Продолжение следует... так я хочу вам хочу хочу вам представить именно как технологический процесс у нас пройдет так я хочу раскалить сковородку налив с добавлением оливкового масла затем я так называем придаю и шубу а также это можно использовать как бы в домашних условиях можно при можно просто и обжарить на гриле или же на сковороде так начинаем я включаю нашу сковороду управляя немного оливкового масла мы за это время немного посолим и поперчим буквально немного так у нас будет потому что будет так называемый кляр он состоит у нас ими называется он зеленый зеленая панировка она состоит из сухарей панку азиатских там будет с добавлением у нас тимьяна розмарина также сыра пармезан с добавлением оливкового масла и чеснока это будет это выглядит таким образом получается у нас будет голая голая кость зеленой подушкой также это будет все будет у нас на картофельные подушки подаваться это все будет потом заправляться соусом димми гляс соус димми гляс мы делаем классический не порошковый так как наш ресторан именно использует концепцию именно натуральности качество продуктов также этот соус димми гляс мы его готовим как по классическому образу обжариваем кости на нашем именно наша концепция ресторана это идет кости жеребятины оленины а также говядина получается так таковой микс так как у нас именно наши республики вводится как раз таки вот эти три живности и получается процесс готовки мы обжариваем кости затем это мы закладываем это все большой бак около 60 литров затем мы заполняем это все чистой водой как раз наших партнеров и затем это все томится на маленьком огне около трех суток на выходе у нас выходит около 700 800 град грамм соуса но я как полагаю многие знают что это за соус и он очень идеально подходит именно к местным блюдам также его могут иногда используют даже в супах я встречал как место кубика маги потому что сам соус при остывании он он густеет становится в виде холодца его используют как дополнительную мясную приправу так ладно наша получается сковорода нагревается мы не будем здесь добавлять уже тимьяна розмарин мы я просто хочу придать колер но и немножко обжарить его на сливочном масле затем я это все от панирую пока это у нас все греется я включаю нашу плиту и нашу печь на разогрев на 180 градусов мы будем закладывать там буквально на на пару минут за это время я хочу подготовить тоже наше пюре мы выкладываем его сотейник пире у нас классическое пире у нас классическое с добавлением тоже также будет сливочного масла молока как наше масло раскалилась мы можем начать обжаривать наше каре но выглядит таким образом очень похоже стилистически на кара ягненка мы это дело обжариваем у меня тут уже есть заготовка на пюре масло и молоко мы это дело включаем на маленький огонь мы уже видите наши корышки обжарились другой стороны мы берем щипцы можно немножко так поводить и уже самое время добавлять пару кусочков сливочного масла это придаст и подчеркнет вкус мы него застапливаем можем немножко его полить мы берем нашу миску именно с сухарями подготавливаем противень и пока она теплая самое важное его обмазать немного дижонской горчицей буквального так дижонская горчица способствует улучшению вкуса подчеркиваю него его а также она служит для хорошей хватки именно для нашей панировки мы берем наши коры обмолоким его у нас нет вот такого косточку мне обволакиваем косточку у нас остается боль так называемся буренькой панировку можно не жалеть также как вы видели в начале я посолил поперчил по так называем по минимальной системе потому что наши планировки уже и так есть добавление тимьяна розмарина сыра чеснока а также немного соли это выглядит у нас вот так это у нас выглядит вот так видно я закладываю это в печь за это время мы подогреваем наш пюре также хочу от себя сказать что пола получается как у нас последнее время именно в мировой кухне алина очень ценится именно своим диетическим составом а также так называемой экзотикой так как во многих странах алине алинина отсутствует и когда есть возможность в ресторане попробовать хорошего дикого оленя это очень хорошо потому что под именно со своим диетическим составом своей как говорится эксклюзивностью она всегда выигрывает и на данный момент у нас получается как мы стараемся работать конечно уже последнее время у нас если посмотреть даже по продажам именно в позиции из оленины они возросли чуть ли не в два раза это сказывается о том что идет очень хорошая пропаганда именно северного оленя и так 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 как сейчас очень идет хорошо именно также такая же пропаганда продвижение северных северных народов именно как говорится север это у нас нетронутая земля также она отличается своей как на так называем натуральностью и хорошим усвоением именно в организме наша задача именно работать с этим мясом а именно на позициях именно как на европейский лад также есть позиции у нас у ресторане и более-менее классические национальные и последнее время тоже я как вот подметил то что идет все-таки в рост спроса также я хочу подметить то что именно то что связано с арктикой последнее время именно последние ногу лет пять очень таки возрастает интерес спрос например та же ягода моп морожка очень много после появились позиции именно как с вареньем морожку также соусов он очень идеально подходит к местными изделиям также из него делают те же настойки именно хочу подметить то что именно тематика арктики она вот им возрастает тем самым даже своими продуктами как именно классическими продукциями также именно своей красотой своей природой так название тронуты девственны и это очень способствует к интересу именно от от людей именно то что это связано с связано сразу ассоциация идет с натуральностью с безопасностью что можно это употреблять в пищу не боясь тех же например канцерогенов например как очень много делают в фермах в заводах то что пичкают антибиотиками так же называемые и арктика придает именно народу то что спокойствие даже при покупке так тех или иных продуктов и вообще даже ценой что например куплю например оленину или нежели там ну жеребя но жеребятин у нас вообще тоже ценится очень на высоких точных на первом месте но последнюю все таки как еще раз повторю именно оленина она очень хорошо идет по именно по возрастанию вверх именно по популярности и и это я от себя хочу сказать что я очень сильно рад потому что я сам очень люблю работать с оленины грубо говоря от бульона заканчивая мясными изделиями там колбасными изделиями так мы сегодня будем я вам покажу вот тоже на его и на европейский лад именно позицию из кореи зеленины так наши пюре готовы за это время я хочу подготовить наш соус подогрели наш соус в очень быстром порядке наша оленина готова мы начинаем гарнировать наше блюдо мы начинаем гарнировать наше блюдо и 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 тоже гарнируем все классическим зеленым маслом неаккуратненько присыпаем соус караиза ленины